Здравствуйте! Вы смотрите программу Мастер Спорта. С вами Андрей Горгуленко. Смотрите в этом выпуске. 28 очков из 30 возможных. Самарские крылья советов уже 10 матчей не проигрывают в ФНЛ. Игра, на которую не хватило сил. Хоккеисты ЦСКА ВС проиграли домашний матч Рязани. Скорость, сила и мужество. В Самаре прошел областной турнир по регби-7. Крылья советов не перестают радовать своих болельщиков. В 15 и 16 туре ФНЛ волжане продлили свою беспроигрышную серию в турнире до 10 матчей. В двух домашних играх подряд были обыграны «Спартак-2» и «Астраханский Волгарь». К тому же лучший бомбардир первенства Иван Сергеев упрочил свои позиции в гонке снайперов. Итоги поединков на Самаро-арене подведет наш корреспондент. Футболисты Крыльев советов переиграли «Московский Спартак-2» на домашнем поле. С первых минут хозяева завладели преимуществом и не позволяли столичным гостям создавать опасные моменты у своих ворот. На 36-й минуте красно-белые сбили полузащитника Волжан Романа Ежова в своей штрафной. Главный арбитр матча уверенно указал на точку. 11-метровый реализовал Антон Зиньковский. Голкипер Александр Селихов угадал направление полета мяча, но не справился с ударом. После перерыва «Спартаковцы» заработали штрафной. Гости оригинально разыграли стандартное положение, закрыв обзор Евгению Фролову. Руслан Литвинов красивым дальним ударом отправил мяч в сетку ворот. Уже под занавес игры самарцы вырвали победу. Владимир Полуяхтов сбросил мяч Сергееву после углового и лучший бомбардир первенства установил окончательный счет на табло. 2-1. Главный снайпер лиги поделился своими впечатлениями от игры. «Непривычно видеть «Спартак» в пять защитников. Обычно они играют в коротко-среднюю передачу. А тут удивили нас и начали играть длинными передачами, прям за спину. Ничего, мы были к этому готовы. И спасибо всем ребятам, что дожали на последних минутах и выиграли 2-1». Наставник москвичей не стал заострять внимание на игре. Роман Пилипчук раскритиковал работу арбитра и преждевременно покинул пресс-конференцию. «Самара с такими игроками должна забивать голы не такие, как назначаются пенальти в первом тайме. Судья принял такое решение. Это останется у него на совести. Просто мы воспитываем футболистов, а не делаем то, чтобы над этими молодыми футболистами кто-то издевался. Спасибо». Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осенькин заявил, что его команда победила по делу. «Все-таки это победа заслуженная. По ходу игры, по характеру игры, конечно, мы обязаны были побеждать». Футболисты «Самарских крыльев Советов» не проигрывают уже 10 матчей подряд. В 16-м туре ФНЛ подопечные Игоря Осенькина одолели Волгарь на домашнем поле. В первом тайме хозяева предприняли несколько попыток, чтобы вскрыть оборону гостей, но астраханцы не позволили распечатать свои ворота. «Все изменилось после перерыва. На 57-й минуте Станислав Антипин парировал удар Александра Гацкана. Первым на добивании оказался лучший снайпер лиги Иван Сергеев. Нападающий открыл счет в матче. На 79-й минуте «Самарцы» реализовали стандарт. Гацкан откликнулся на передачу Юрия Горшкова и отправил мяч в сетку головой. Точку под занавес поединка поставил все тот же Сергеев. Он снова оказался самым проворным на добивании после исполнения штрафного удара. Как итог, 3-0 на табло. После финального свистка футболисты и тренер поделились своими впечатлениями от игры. Мы чуть первый тайм провалили, но, конечно, второй тайм вышли с другим настроением. Тренер сказал, где надо подправить что, и мы показали, что мы боремся только за первое место. Во втором сумели переломить ход встречи. Спасибо игрокам, болельщикам. Тоже гнали. Чуть подсвистывали, конечно, но это было понятно, потому что первый тайм совсем не удался. По словам Игоря Осенькина, Волгарь оказался крепким орешком. К тому же, крыльям советов не хватило свежести. Астраханцы могли переломить ход встречи во втором тайме, но удача в этот вечер улыбнулась самарцам. Когда повели, особенно при счете 2-0, прям вот несколько тоже моментов, в том числе стандартов, которые раньше мы обычно не допускали, мы позволили сопернику. Наставник гостей заявил, что астраханцев подвела плохая реализация. В те ситуации, там штанга, выходы, хорошие моменты, мы не забиваем. Соответственно, если не забиваешь, то сложно выигрывать. Тем более с вами, потому что уровень игроков у вас выше, у вас можно поздравить с победой. После 16 туров крылья советов занимают третью строчку в турнирной таблице и отстают от первого места всего на 2 очка. ФНЛ возглавляет Оренбург. Уже в эту среду самарцы встретятся с командой из премьер-лиги Волгоградским ротором на групповом этапе Кубка России. Матч пройдет на Самаро-арене. Стартовый свисток прозвучит в 19.00. Хоккеисты ЦСКА ВВС перед матчем с Рязанью провели дома две тяжелейшие встречи против питерских команд «Сканева» и «Динамо». Победить удалось в обоих матчах. А вот на Рязань у летчиков сил не хватило. Подопечные Павла Десяткова первыми забросили быструю шайбу, но растеряли свое преимущество по ходу встречи. Гости оказали сопернику серьезное сопротивление и по всем показателям были сильнее. За поединком наблюдал наш корреспондент. Хоккеисты Рязани подбили самарских летчиков. Ледовая дружина Павла Десяткова уступила гостям на домашней площадке с крупным счетом. Первыми забили игроки ЦСКА ВВС. За ошибку в своей зоне хозяев наказал Евгений Грошев. После этого за дело взялись рязанские хоккеисты. Уже в первом периоде они сумели отличиться дважды. Во втором отрезке встречи было видно, что подопечным Десяткова не хватает свежести. Сказались два тяжелейших поединка с питерскими командами. В единоборствах гости по всем параметрам переиграли самарцев. Тем не менее Игорь Игнатушкин подарил надежду своим партнерам и болельщикам в третьем периоде. После гроссмейстерского паса Максима Лазарева хоккеист вколотил шайбу в ворота соперника. Но Рязань в этот день просто была сильнее. Хозяева нарвались на несколько удалений и пропустили еще две шайбы. Как итог неутешительные 2-5 на табло ледового дворца спорта «Кристалл». По словам Павла Десяткова, игрокам не хватило сил. Даже при счете 1-3 подтянулись, там 3-2 стало. Но эти ненужные удаления абсолютно сломали концовку и сами видите, к плачевному результату привели. Наставник хоккейной команды Рязань остался доволен игрой своей подопечных. Дружина Сергея Решетникова показала характер и не расклеилась после первой пропущенной шайбы. Это была, как говорится у нас, игра за 4 очка. Поэтому я рад, что ребята выложились полностью на льду в раздевалке. Была одна единая команда и победили. После матча с Рязанью армейцы завершили серию домашних игр еще одной победой. А далее «Воскресенский химик» 2-1 и поднялись на седьмое место в турнирной таблице. А вот баскетбольные болельщики домашних побед Самарского клуба не увидели. И пока не ясно, когда увидят. Ближайшие матчи Самары перенесены. В команде несколько игроков имеют симптомы коронавируса. Клуб сейчас находится в режиме самоизоляции. Когда волжские баскетболисты вновь вернутся на паркет в розыгрыше Суперлиги, клуб сообщит после согласования дней проведения игр соперниками и Российской Федерации баскетбола. Скоро также станут известны и даты матча четвертьфинала Кубка России по баскетболу. Самаре предстоит играть с университетом Югра из Сургута. А вот матчи регбистов не отменили. Поэтому они устроили для болельщиков яркое спортивное шоу. На стадионе «Локомотив» прошел областной турнир по регби-7. В нем приняли участие команды из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и Чапаевска. Присоединились к битве и спортсмены из Ульяновска. Кто одержал победу, смотрите в следующем сюжете. Не успели самарские регбисты излечить повреждения, полученные во всероссийских соревнованиях, которые тоже прошли в Самаре, как нужно было выходить на турнир региональный. Но крепким и мощным спортсменам, привыкшим к тяжелым физическим нагрузкам, такое плотное расписание дается легко. Мы тренируемся, то есть мы ходим в качалку, прокачиваем торс, ноги, чтобы травм не было, чтобы мышечный кассет был жестче. И нас, конечно, готовят к ударам, к сотрясениям, к всему. За победу в региональном турнире на стадионе «Локомотив» боролись шесть команд. Матчи проходили в формате 7 на 7 в два тайма по 7 минут. Лучшими оказались регбисты Самарской школы Олимпийского резерва номер один. Совсем немного им уступили представители клуба «Самара». За последние годы в регионе выросла конкуренция в этом виде спорта. Регби в Самарской области становится все популярнее. Благодаря этому региональная сборная в прошлом году вошла в пятерку сильнейших в России и держится среди лучших в этом году. Я думаю, что в ближайшие пять лет в Самарской области узнают все про нашу команду. Ну и за это же время, я думаю, в России регби поднимется на более высокий уровень. У него второе дыхание, только буквально четыре года назад пришел новый руководитель Федерации регби России. И пошел такой прогресс. Успехи самарских регбистов привлекают соседей. На областном турнире участвует сборная Ульяновска, которая по итогу завоевала бронзовые медали. Гости хотят и в своем городе создать мощную команду. Для этого они набираются опыта, участвуя в чемпионатах России за самарскую команду. Хоть мы соперники на поле, мы с ребятами из Самары, из Тольятти дружим, поддерживаем связь. И в этом сезоне мы как раз играем за сборную Самарской области. После регионального турнира самарские регбисты продолжают подготовку к следующим стартам. На следующих выходных в Казани им предстоит защищать честь региона на всероссийском чемпионате высшей лиги по регби-15. Спорт против курения. По таким девизам в минувшие выходные в Самаре прошли открытые соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек. В забегах на призы школы Олимпийского резерва номер 2 участвовали спортсмены Самары из соседних городов. Подробности в следующем материале. Впереди ответственный забег 60 метров, а пока предстартовая разминка. Воспитанник Самарской школы Олимпийского резерва Артем Иванов намерен сегодня побить личный рекорд в 8,9 секунды. В свои 11 лет мальчик опытный легкоатлет. В копилке 13 медалей разных уровней и один кубок за победу в областном забеге на дистанцию в полкилометра. Секрет, как спортсмену не растратить силы на больших расстояниях, Артем уже усвоил. На 50 метров он должен быть быстрый и немного выносливый. А на 1 километр или, например, на 2 он должен быть выносливым, потому что 1 километр нужно бежать быстро и не уставать. Нужно держать свой темп и в конце только ускоряться. А вот погодки Ева Меркель и Милена Панчихина в легкой атлетике новички. Заниматься начали только этим летом, но скромный опыт участия в соревнованиях уже есть. Признаются, сестры и подруги, они только дома и на тренировках. А вот на дистанции включается соревновательный дух. Когда мы бежим, ну, такое чисто, как будто мы враги. На какое место сегодня рассчитываете? Не знаю, хотя бы третье или второе. Ну, точно не последнее. Ну, и, может быть, и первое. Перед забегами начинающие спортсмены получили редкую возможность размяться заслуженным мастером спорта по легкой атлетике, чемпионкой Европы в толкании ядра Анной Авдеевой. Поработали с набивными мячами для развития скорости и силовых качеств. Без них чемпионом в кроссе ни за что не стать. Если ты бежишь, ты же должен отталкиваться. То есть силы, сила ног, это очень важно. Также и прыжки. Ты, когда выходишь на конечную фазу, ты должен оттолкнуться. Сила отталкивания. Поэтому и в бегах, и в прыжках сила тоже немаловажна. Спорт против курения. Для участников в открытых соревнованиях по легкой атлетике на призы Самарской школы Олимпийского резерва номер 2 разыграли 18 комплектов медалей. Вышли на старт более 250 спортсменов из Самары и области. Некоторые из них дополнительно проверили себя в прыжках в длину и толкании ядра. Лучшие в своей возрастной группе получили памятные призы. В Самаре прошел 29-й по счету турнир по смешанным единоборствам. За звание лучших сражались 30 профессиональных бойцов со всей России. За поединками в октагоне наблюдал наш корреспондент. Турниры по смешанным единоборствам – зрелище не для слабонервных. В Самаре прошел 29-й по счету чемпионат GFC. Души! Души! 30 профессиональных спортсменов сражались за звание лучших на глазах у нескольких сотен болельщиков, которые в этот вечер пришли поддержать своих кумиров. Ислам Багавуддинов усердно готовился к поединку со своим земляком Магомедом Магомедовым из Дагестана. Клинов в Московском области готовился в клубе «Гладиус» под руководством Камала Магомедова. Нормально подготовился, я думаю, покажем зрелище. Так как мы соперника не знаем, он дебютант, мы его бою не видели, поэтому ко всем аспектам по чуть-чуть подготовились мы. Поэтому будет интересный, хороший бой. Поединок действительно получился зрелищным. Бойцы сражались в октагоне все три раунда. Спортсмены провели несколько тейкдаунов и хорошо работали в партере. Победу по решению судейского корпуса одержал Магомед Магомедов. Победу одержал боец из синего муна. Магомед Аканетов. Сейчас смешанные единоборства находятся на пике своей популярности. Молодые люди все чаще делают выбор в пользу занятий этим зрелищным видом спорта. Сегодня ММА это такой, мне кажется, тренд, который уже обошел бокс и все другие единоборства, оставив далеко позади. Наши основные герои там, это Федор Емельяненко, который популяризировал там целые 10 лет, оставаясь непобежденным бойцом. Ну и эстафету перенял Хабиб Нурмагомедов. По словам организаторов турнира, Самарская федерация ММА является одной из лучших в России. За три с небольшим года в регионе появились десятки мастеров спорта, которые готовы прославлять свою родину не только на всероссийских, но и на международных соревнованиях самого высокого уровня. На этом наш выпуск завершен. Больших побед вам! Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова